Сегодня Владимир Путин прибыл в Казахстан, встретился с Такаевым, в аэропорту был Путин, которого мы не знаем. Это был впервые человек, который был двойником, впервые был засвечен. Лицо у него довольно грубое, вытянутое лицо, похоже, что из... возможно, из китайца делали. То есть это двойник, это не клон, это двойник, которого, возможно, сделали из китайца. Возможно, маску на него путинскую надели, тоже может быть. Рост другой, и фигура другая, и лицо. Лицо... ну, как ни натяни маску, если лицо вытянутое. Ну, не лошадиное, но вытянутое, друзья. Тогда, конечно, маска так же сядет, будет вытянута. Поэтому лицо Путина выглядит совершенно по-иному. Ну, вот что сказал Такаев. Он сказал, что впереди у нас очень большая работа. Я, как президент, естественно, буду контролировать эту работу, поскольку уделяю первостепенное внимание на развитие сотрудничества именно с Российской Федерацией. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует, как, впрочем, и других вопросов. Конечно же, появляются моменты. В общем, Такаев такую общую дал канву в своей речи, просто приветственную. Но что сказал ему в ответ Путин? Он сказал, что, уважаемый Касын Журмат Емелевич, хочу вас поблагодарить за приглашение, за такой теплый прием. Действительно, Казахстан наш стратегический партнер и действительно надежный союзник. Разумеется, мы сейчас, когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание и на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого процесса двусторонних переговоров. Какие-то вопросы потребуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны. Ну и в таком духе. Опять-таки, это все общая речи ни о чем. А дальше опять кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, что Казахстан развивается под руководством Журмата Такаева. И каких-то 30 миллиардов долларов в сотрудничестве возникают. Знаете, вероятнее всего, конечно, вопрос в чем-то другом. Вероятнее в подготовке к военным действиям. А то, что вот такое восхваление идет. Вы нас похвалите, мы вас похвалим. Факт того, что Путин прибыл в Казахстан. Это самое важное. То есть не Казахстан прибыл к Путину, а Путин прибыл в Казахстан. И как заметил Путин, что полправительства сегодня приехало в Казахстан. Полправительства. С чего ради, может быть, Казахстан будет поднимать экономику России. А скорее всего, друзья, Казахов будут призывать в армию, в российскую, за деньги. И вы думаете, Казахи не пойдут? Пойдут. Еще как пойдут. Киргизы пошли, там кто, и узбеки пошли. Ну, а почему бы и Казахстанцам, Казахам не пойти? И Казахи точно так же пойдут. Деньги уплачены. И раз подписан контракт, уплачены деньги. Возможно, еще из казахских тюрем будут набирать. Так же в армию. Потому что контингент, вообще количество людей в тюрьмах российских закончился. Вернее, он подходит к концу. Тюрьмы почти все опустошены. Женщины тоже из тюрем пошли на фронт. Мы мало об этом знаем. Об этом не рекомендуется писать и говорить тем фронтовым корреспондентам, которые бегают якобы по линии фронта. Что же касается казахских тюрем с мужчинами, то я думаю, здесь вполне они могут договориться и высылать своих преступников, высылать в Россию. В России свои преступники уже заканчиваются. Дайте чужих преступников из соседних стран. Ну, а Инсайдер сегодня, издание Инсайдер, публикует статью о дочери Путина, которая по фамилии Кривоногих, но она училась в Париже под другой фамилией, получила паспорт на имя Елизаветы Олеговны Рудневой. Ну, что же, Руднева так Руднева. Украинский канал выяснил и изучил данные из взломанной хакерами системы бронирования авиабилетов. И именно под этой фамилией Елизавета Олеговна Руднева она училась в Париже в университете в школе менеджмента в области культуры и искусства. Елизавете сейчас 21 год, а фамилию Руднева она получила от своего друга, с которым дружила и который умер. А вот здесь возникает вопрос, умер ли? Или, то есть он, умер ли парень? Или, ну, скажем, вовремя умер, да? Или вообще не было такого парня? А слух пустили, ну, откуда она же должна, откуда-то взять фамилию, да? Слух пустили, что вот такая фамилия у нее от ее друга, с которым она дружила. Об учебе в Париже свидетельствуют документы из учебного заведения, попавшие в распоряжение издательства. Журналист телеканала пообщался с преподавателями и студентами школы, которые подтвердили, что знают Елизавету, но отказались обсуждать ее семью, сославшись на неприкосновенность частной жизни. Обучение продолжалось с 2020 по 2024 год, когда Елизавета Руднова получила диплом бакалавра. То, что предполагаемая дочь Путина живет под фамилией Руднова, подтверждает агентство, ссылаясь на данные из утечек российских баз, журналисты агентства нашли в системе «Сирена Тревел» два билета, которые в 2021 году купила Елизавета Олеговна Руднова с той же датой рождения, что у Елизаветы Кривоногих. Кроме того, при бронировании использовался тот же номер телефона, который был у Елизаветы Кривоногих. У других абонентов этот номер подписан как «Розова Елизавета Владимировна», «Розова Луиза Владимировна», «Луиза Розова» – псевдоним, который девушка использовала ранее. То есть в данном случае у нее поменялось отчество и фамилия. До этого у нее отчество было «Владимировна по папе Розова». Ну, какой-то такой хороший, как «Роза» цветок она взяла себе псевдоним. А согласно данным, утекшим из пограничной базы кордон Кривоногих последний раз летала за границу в Париж под фамилией Розова. 26 мая 2021 года, а уже в августе она летала по России как Руднова. То есть в августе 2021 года она поменяла фамилию. Олег Руднов, подаривший Елизавете фамилию и отчество, Петербургский медиа-менеджер и давний друг Владимира Путина, умерший в 2015 году. То есть он умер в 2015 году, а в 2021 его фамилию взяли. Так это или не так, друзья, на сегодня нам расскажут так. Далее мы не знаем, потому что здесь вроде как это друг Владимира Путина. В других новостях мы видим, что это друг самой Елизаветы, с которым она друшила. Я даже подумала, может быть, замуж вышла. Оказывается, она взяла фамилию Руднова. Семья эта Руднова предоставляли как раз Владимиру Путина всякие услуги, а в том числе занимались и покупкой недвижимости. Для матери Елизаветы, в свое время, Светланы Кривоногих. О третьей дочери Путина стало известно в 2020 году и выпустили проект в рамках расследования как раз об активах Светланы Кривоногих. Знаете, иногда думаешь, конечно, мы можем выпускать расследования об активах, но ведь понятно, что дочь Путина – это дочь царя. Третья она, десятая. У Путина до этой девочки есть еще несколько дочерей. Их много. Одна сидит президентом Прибалтийской республики, другая – омбудсменом, общественный деятель, омбудсмен. Третья – прокурором была Крыма. И вот их, если вместе собрать, то у него одни дочери. Одни дочери, которых мы знаем, друзья. А сыновья. А мы не знаем, что с сыновьями. Сыновья могут быть, но мы о них не знаем. Да, как раз мы одного засвеченного можем примерно представить, что это тот самый Павел Дуров, создатель ВКонтакте, создатель чего? У нас еще был создатель Телеграм, который в свое время, если вы помните, в Питере на балконе, в самом центре города, вышел на балкон и разбрасывал пятитысячные, по-моему, купюры разбрасывал с балкона. Но это было... Ему очень весело. Он же ребенок. Он же мальчишка, который не знает цену деньгам. Поэтому он совершенно спокойно разбрасывал эти деньги. Деньги, которые летели с балкона, а люди кидались. Ну, смешно же, да? Колопы кидаются и начинают хватать эти деньги. Так и баре делали раньше. Почему бы ему не сделать? Но он же сын президента. Только страна не знает. Страна не знает, но это не важно, что страна не знает. Знают все приближенные. А это как раз то, что нужно. Они и будут почитать его, или заблюдствовать будут, и будут уважать, и будут в ноги кидаться, будут бояться его. Собственно говоря, как и самого президента, потому что он сын президента. Но президент же не хочет об этом объявлять. Потому что объявлять об этом, ну, наверное, не нужно. Что у президента нашего порядка, может быть, сотни детей. Ведь у него друзья тоже есть, у которых тоже по сотне детей. И, по-моему, у самого Павла Дурова уже 110 детей, или 112 детей. Ну, вот такой он молодец. Знаете, окунулся в горячее молоко и выскочил молодцом Павлом Дуровым. Фамилию ему дали смешную. Биографии меня не интересуют, друзья. Нет, вы можете тыкать сами себе всеми биографиями, о которых вы можете рассказывать, что это вообще и не дети Путина, и о Марии Львовой-Беловой. Вы можете, загляните, почитайте, послюнявьте свой пальчик, и почитайте, что это означает. Посмотрите взлет Наташи Поклонской, посмотрите всех этих девочек. И еще прибалтийскую, да, президентшу также посмотрите. Все-все сходится. А уж на лица, так как они похожи на папу, этого совершенно не отнять. Все они, конечно, очень сильно похожи на папу. Какое количество детей у Путина? Ну, если у Павла Дурова более ста детей, и все хотят, и все хотят от него иметь. Ну, конечно, хотят, чтобы потом всю жизнь быть обеспеченными. Ведь не Павел Дуров их будет обеспечивать, а государство. А эти все разговоры о том, что Павел Дуров в Женеве не хочет дать своей жене, официальной жене, с тремя детьми, делит с ней квартирки и счета, и деньги. Возможно, это просто наиграно, так нужно, чтобы не показать, что он слишком уж такой богатый. Женевские адвокаты бывают очень хитрыми и очень смотрящими вдаль, несмотря на непонимание, откуда у российских людей столько денег, но они понимают, что эти деньги есть. Уже, поверьте, за 30 лет российские, вернее, женевские или вообще швейцарские адвокаты привыкли к тому, что россияне приезжают с большим количеством денег, которых не нужно объявлять, которых нужно немножечко подкопать в землю, купить собственность какую-то, купить еще что-то, на рынке посмотреть, какая недвижимость, какой заводик швейцарский. Ведь вы думаете, что это швейцарские заводы? На самом деле, многие уже перекуплены заводы. Вот есть компания, да, Свисейр. Свисейр уже много лет назад перешла во владение британцев и распродавали, я помню, это на моем веку, мы летали и гордились, потому что Свисейр всегда сервис был великолепный. Но потом все стало падать. Как бы по-другому компания относится к своим обязанам. Жалко, конечно, что швейцарская компания так улетела легко британцам. Ну, а теперь еще и шоколад. Да, таблерон, тот самый знаменитый таблерон, он тоже улетел в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты выкупили таблерон. Я не знала, что его выкупили. Таблерон, американцы, купила, как всегда, я не так часто таблерон покупаю, но шоколад вкусный у них, я купила. Я ем. Я чувствую сахар. И не могу понять, что я кушаю. Но разница большая, друзья. Огромная разница. И только потом я узнала, что таблерон, оказывается, выкупили Соединенные Штаты. И там, где на картинках присутствует гора, вернее, очертание горы, видите? Так вот, там, где эта гора есть, это еще настоящий, это еще остатки старого шоколада, который еще выпускала та швейцарская фирма таблерон. Сегодня это уже американская фирма. Хоть она и называется, все то же самое. Но гору убрали. Как символ Швейцарии, гору убрали. Как судится Павел Дуров со своими женами, детьми? Конечно, не следовало бы такому парнишке. Все-таки он слишком богат. А богатство у него, это все деньги Российской Федерации. Сколько хочу, столько и трачу. Да? Сколько папа назначит, столько и припишут налей на его счетах. Это другие дети, другие понятия. Поэтому расследовать какие-то счета и покупки Светланы Кривоногих, мне кажется, не стоит. Может быть, кому-то это важно. Я думаю, может быть, таким, как Навальный, Леша, это важно. Алексей Навальный, который любит расследования. Сейчас его жена занялась этим, но там тоже, знаете, Санта-Барбара, потому что, на мой взгляд, Алексей Навальный жив. Он живет в Соединенных Штатах. У него также во Франции прямо напротив Женевы в Ивиане. У него есть вилла большая, как писали расследователи, потому что Навальный любит расследовать руками ФСБ. Он же не сам этим занимается и не его команда, друзья. Его команда – это просто свист. Это грамотные парни, которые хорошо могут написать и рассказать. Но материалы все поступают до сих пор из ФСБ. И ничего другого не придумано. Просто Лешу во время начала войны, на него никто бы не надеялся, что он должен пойти и народ поднять, его убрали. А как его убрать? Вот он якобы сам герой приехал в Россию и сдался в Шереметьево. Там вообще клон сидел или маска, или это клон был такой, его грубое лицо и вообще не Алексей Навальный. Потому что Леша, конечно, маменькин сыночек и папенькин, он такой изнеженный мальчик. Он интеллигент, изнеженный мальчик. Все правильно. А вот в аэропорту-то сидел спецназовец. И такой, я вам хочу сказать, грубый парень, грубоватый. И мочки ушей такие висят, как у Будды громадные. В общем, совершенно другой человек. Так что, кого посадили в тюрьму? Я думаю, вообще никто нигде не сидел. Просто это была такая байка и спектакль «Время от времени». Инсценировали, поддерживали, что Алексей Навальный сидит в тюрьме. На самом деле, никто нигде не сидел, друзья. Не надо давать возможности себя так обманывать. Конечно, можно чему-то верить, чему-то нет. Но глаза-то есть, нет. Или вы думаете, что Алексей Навальный приехал и просто так сел в тюрьму, сдался, да? Сдался в Шереметьево, зная, что его тут же посадят. Конечно, это был полный спектакль, шитый грубо белыми нитками. Все одно, как и отравление Алексея Навального, тоже было шито грубо белыми нитками. Чтобы из горя горемыки сделать, но героя, героя России, героя народа российского, который дерется за блины с лопаты. Я так очень люблю эти фотоснимки, когда народ дерется за блины с лопаты. И теперь Алексей Навальный будет вести расследование, вернее, его жена вышла на политическую арену, красавица жена у него, очень красивая, тоже тонкая, интеллигентная девушка, женщина уже в возрасте, которая будет возглавлять движение. движение, ну, как у Алексея Навального. Все материалы будут даваться из ФСБ. Это мое личное мнение, друзья. Я так думаю. Потому что никто нигде не нароет столько материала, как только не ФСБ. ФСБ дает, конечно, и все, что делал до этого Алексей Навальный, все это было под руководством ФСБ. Также ГРУ, откуда его родители, родители его жены, это главное разведывательное управление. Они, ну, они стоят во главе этого проекта. Они направляют, делают карьеру своему сыну. Алексей Навальный проходил курс обучения в Ельском университете. Ельский университет это тот университет, откуда вышли все президенты Соединенных Штатов. Ельский университет, он руководствуется возглавляет орден череп и кости. Это те люди, то есть члены ордена череп и кости, это выходцы из Ельского университета. И орден базируется на базе Ельского университета. Алексей Навальный и много наших других парней, в том числе Авен, Петр, тоже закончили курсы в Ельском университете. То есть они все члены ордена череп и кости. Если Алексей Навальный член ордена череп и кости, как вы думаете, друзья, вот на ваш взгляд, он поведет народы в борьбе за права? Ну, не смейтесь, он поведет туда, куда скажут в ордене череп и кости. Вы же все против американцев сегодня, вас так настрапаляют. Ну, вот Алексей Навальный оттуда, и жена его оттуда, и сам он оттуда, и не пойте песни про бедного Алексея Навальный, который умер, потому что те интеллигенты, которые поют ему реквиум по гибели его, они знают, что они делают, они не верят, они знают, что он жив, они многие с ним общаются, но так нужно для обмана простого народа населения страны. Поэтому вас и обманывают, потому что легко вас обмануть. Итак, друзья, я Таня Карацова, Сеидбурхан. Сегодня у нас с вами 27 ноября 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok